Нажился на миллион. В Челябинске задержали парня, подозреваемого в серии афер. Сыщики считают, что он звонил пожилым людям и рассказывал, что их близкие попали в аварию. И чтобы спасти их, нужны деньги. Все подробности в репортаже. За что был задержан сотрудниками полиции? За мошенничество в отношении пожилых людей. Каким образом совершали преступление? Забирал деньги в пожилых людей. А под каким предлогом забирали деньги? Подведен ДТП. Эти кадры сняли стражи порядка после задержания подозреваемого в мошенничестве. На допросе 23-летний члябинец уже был судим за преступление. На этот раз, по версии следствия, он обманом похитил миллион рублей. Его жертвами по материалам дела стали две пенсионерки. Каждая отправила ему по 500 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, он звонил с неизвестного номера и сообщал им, что кто-то из родственников попал в ДТП. И чтобы избежать проблем с законом, необходимо заплатить. Полицейскими установлено, что подозреваемый обманным путем похитил у двух пожилых женщин 87 и 81 года денежные средства. В общей сумме около 1 миллиона рублей. Перепуганные пенсионерки, не задумываясь, переводили деньги. Ведь они очень хотели помочь своим близким. Если вина этого парня будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Полиция также выясняет его возможных соучастников. А вот в Южноуральске 90-летнюю пенсионерку смогли обмануть аж дважды. Женщина перевела злоумышленникам более 300 тысяч рублей. Сначала ей позвонили от имени родственников, которые попали в ДТП. Старушка перевела аферистам крупную сумму. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, пошла в полицию. Но позже ей снова позвонили. Мошенники представились сотрудниками полиции и пообещали компенсацию. Пожилая женщина опять поверила и отдала им 300 тысяч рублей.